здравствуйте дорогие друзья сегодня мы встречаемся с одним очень интересным человеком персональным тренером по физической культуре александром холюновым человек который изменяет людей не только внешне но и внутренне ведь спорт это не только работа над поднятием тяжести но также глубокая работа над своими личными качествами а поможет мне разобраться в этом моя очаровательная спутница ксения на примере которой мы разберем такие часто задаваемые вопросы как как себя мотивировать как заставить себя ходить на тренировку как сделать так чтобы это вошло в привычку и конечно же правильное питание ответы на эти и другие вопросы смотрите далее здравствуйте александр меня зовут ксения первый вопрос у меня такой к вам только решила измениться и с чего мне стоит начать первично что тренировки или питание все таки я думаю что наверное все таки нужно начать со всего сразу вот то есть конечно придя в зал этот это тебя подстегнет и захочется правильно питаться и этот получить как можно более высокий результат но в основном все пытаются добиться высоких результатов сразу сейчас а постепенно втягиваясь процесс они начинают получать удовольствие от самого процесса то есть вот сам процесс тренировок но в основном люди в своем уме накручивать что-то сложно там тяжело на самом деле это очень интересно очень интересно и это как бы новый мир который вы для себя открываете то есть вот есть твоя жизнь там но вот она такая работа подруги общения вот и тут появляется что-то новое новое знакомое новые интересы новый взгляд на себя вот мне кажется это и важно но вот эти плюсы зала то что вот человек как бы начинать надо смотреть на себя по-новому вот и получать моральное удовлетворение от того что он делает что делать если например я не верю в себя свои возможности и мне кажется что у меня ничего не получится если я начну чем-то заниматься ну тут сама сама первое когда вот девушки начинают критиковать себя ничего не к чему хорошему то не приведет прежде всего она научиться себе принимать себя любить то есть ну вот и видеть себе достоинства не недостатки то есть подходя к зеркалу ты должна видеть свои лучшие стороны а не то что там у меня где-то там живот большой или попа вот поэтому сфокусируешься на самых своих достоинствах и попытаться видеть себя другими глазами он пока человек не научится любить себя он не будет мне у него не получится любить других у нее не получится ничего то есть надо принимать себя такой какая ты есть и ценить то что у тебя есть потому что окажись в твоем теле там может сотни тысяч лет девушек они были бы счастливыми что оказались такой красиво как ты допустим а ты имеешь это и ты не ценишь ты ищешь себе недостатки и от этого ты лучше не становишься просто становишься с каждым разом все хуже 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 эти недостатки не вылезает на первый план то есть все что тебе не нравится когда ты это видишь постоянно начинают видеть другие до этого момента пока ты не обращал на это внимание нет тоже не видели то есть это чисто твое но за всю многолетнюю практику что у меня была я убедился в одном все люди в основном одинаковые вот разное отношение вот разно отношение к себе вот когда ты веришь себе я такая я могу то ты сможешь но часто вот у меня приходили девочки которого то наделать подход вот и я больше не могу вот 30 килограмм на на 12 раз и ты ее настраиваешь она подходит сразу же дело там 50 килограмм на 30 раз я смотрит и не понять что произошло поменялось отношение к себе она поверила мне я в увидел силу важно чтобы ты видела в себе силу ты видела себе потенциал понимаешь большинство людей они как бы ищут недостатки вот и начинаешь что-то делать а у меня это болит мышца вот я наверно все повторение больше не смогу вот когда ты ищешь себе силу я могу несмотря ни на что чтобы не было и ты начинаешь делать 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 и ты ходишь на такой высокий уровень что даже сама от себя не ожидала как это произошло то что кажется те сказочным на самом деле это все реально для тебя ты можешь все важно позволить себе позволить себе быть сильной вот это образ себя вот я сильная я красиво его надо держать не надо ни в коем мере сомневаться в себе своем потенциале когда ты начинаешь это делать все это путь никуда то есть ты будет соответствовать своим мыслям каждый человек каждый внешность человека характер соответствует его мыслям о себе вот и над этим наверно наиболее важно работать то есть даже не столько тренировки важны сколько вот именно отношения вот кто я что я вот на человеку задавать этот вопрос и искать вино ты именно достойные ответы ни в коем случае нельзя критиковать себя вот еще раз повторюсь не критику себя ни при каких обстоятельств если кто-то сказал но что-то критично тебе там оксана тебя то не так ли это ксения кто не так ли это не обращай внимание вот но понимаешь пропускай это мимо себя вот но тебя-то не касается вот есть твой образ ты ему следуешь александр скажите какие основные ошибки допускают девушки когда начинают заниматься самостоятельно но основная ошибка то что все девушки как ни странно начинают заниматься по весне в основном масса их прибегает зал они начинают сразу голодать садится на диеты различные вот в основном это просто у риска калорийности то есть они убирают калории и при этом начинает активно заниматься там бегать ходить в шейпинг в тренажерный зал а что происходит при этом с организмом они не знают они просто смотрят на весы весы показывают а минус какое-то количество килограмм но при таком стрессе на это стресс для организма когда увеличим физическую активность резко и сокращаем потребление пищи организм начинает прежде всего задерживать жир потому что он в стрессовом состоянии вот и начинает как топливо использовать мышечную ткань то есть мы наоборот теряем мышцы и как говорят ученые что мы теряем где-то в таком состоянии 80 процентов мышц уходит и 20 процентов жира и вот эта девушка которая к примеру за весну скидывает 6 килограмм она сама себе довольна вот она скидывает из этих шести только полтора жира и четыре с половиной килограмма мышц долго она держать эту диету но вот эти голодные не сможет то есть она сорвется и когда она сорвется она то есть она обычная женщина как они бросают сразу все то есть она начинает есть бросать заниматься спортом потому что он дав себе оценку я слабая не смогла она сама себя загонять большой тупик то есть что произошло у нее на четыре с половиной килограмма уже меньше мышц то есть она их сожгла и соотношение жира и мышц у нее уже ушло в пользу жира то есть когда она занималась она оставила жировую ткань и сожгла мышечную когда она перестала заниматься мышечная понятно не вернулась потому что она же не занимается а вот жировая стала резко приходить потому что метаболизм ее снижен то есть у нее мышц стало меньше вот это основная ошибка основная ошибка это вот приход уход в зал потому что это это для организма стресса телу надо подготовиться то есть тело привыкает к нагрузке надо держать нагрузку скажите а как сделать тренировки своим жизненным кредо отчасти своей жизни ну это наверное найдя интереснее но постепенно посещая зал ты будешь увлекаться ты будешь во-первых прогрессировать с каждым разом будешь становиться лучше 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 у тебя расширится круг общения станет больше интересов ты начнешь разбираться в питании начнешь разбираться с это все и получая какие-то результаты ты постепенно будешь видеть как ты развиваешься ты будешь смотреть и видеть свой потенциал потому что человек он все равно прогрессирует он ищет себя и в зале это как нигде это проявляется но наиболее ярко потому что там первые результаты они этот буквально сразу появляются и вдохновленный человек начинает больше больше работать над собой и у него прямо вот начинают люди которые вот у меня приходят зала начинают увлеченно заниматься них горят глаза у них такое совершенно но видно что им интересно им стало интересно жить вот этот интерес спорт вроде как бы сделал более вкусные саму жизнь девушка меняется даже внешне это но вот это появляется вот интерес к себе но что важно посоветуйте как мне лучше выбрать зал и тренера который мне реально поможет что-то изменить себе ну зал я думаю тут много это вещей влияет как местоположение так люди которые туда ходят и чувствуешь ли но придя в зал чувствуешь ты что это твой зал если такое ощущение есть то конечно значит оставить его вот что касается тренера то я думаю во первых тренер должен даже заставлять то что ты хочешь твои желания потому что я не верю что человек который не смог создать себя сможет сделать тебя и опять же интерес к тебе вот ты пришла к человеку и ты ему интересно ты видишь интерес был в глазах и ты понимаешь что он будет действительно работать с тобой не для галочки он потому что когда человек если не заинтересован но можно дать какие-то общие там тренировки какие-то фразы но это не работа будет конкретно с тобой расскажите еще немножко о питании как следует питаться как мне выбрать рацион вот питание так как раз тот момент когда человек должен подобрать индивидуально свое питание зная определенное правило свои вкусовые пристрастия конечно желательно кушать осознанно маленькими порциями то есть небольшой ложечкой небольшой чашечкой не объедаться есть часто по чуть-чуть чтобы ну и чувствовать при этом что еда полезна для тебя знала это прежде всего как говорит парацельс еда должна быть лекарством а лекарство едой то есть вот когда ты считаешь что это полезно то это полезно а уж если ты сорвалась то ни в коем случае не винить себя потому что вина всегда несет за собой наказание то есть если ты будешь переживать ты будешь набирать лишний вес ну небольшая стряска для организма она но вполне возможно вот если человек уж совсем тяжело почему бы и нет но это не значит что тебя сразу разнесет вот и подойти надо творчески к своему питанию но все мы знаем какие правила там питания 100 больше надо этот белка белка мало у нас как правило в рационе больше зелени клетчатки вот всем это все знаем больше витаминов вот и когда ты подходишь вот это свои вкусовые пристрастия вот допустим у меня хорошо усваивается молочный белок а у тебя хорошо рыба вот и соответственно свой рацион ты должна строить из этого исходя из этого что ты любишь и что тебе нравится что тебе тебе полезно вот ну и вечером конечно стараться не наедаться в основном вечером желательно чтобы еда была белковая вот порции должны быть маленькие есть часто под немножко жевать долго тщательно не смотреть ни в коем случае телевизор телевизор вообще лучше не смотрит вот если ты кушаешь что ты кушаешь то есть быть максимально осознанной так чтобы это было и полезно и приятно и ты ощущал вот это но вот ощущение внутренне что ты делаешь что-то полезно для своего тела вот тогда она безусловно это отзовется я боюсь какие-то давать конкретные советы потому что все таки это все индивидуально люди разные у всех там все по-разному надо чувствовать себя вот доверять тебе когда у тебя есть ощущение что это правильно значит это правильно правильно для тебя и Субтитры создавал DimaTorzok